Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть еще некоторые особенности русской бани. А именно, какую пить воду правильно в бане, чтобы обеспечить максимально возможное очищение крови, очищение организма от шлаков и токсинов, ранее вами накопленных. А также безопасным образом обеспечить оздоровление вашего организма. Я знаком с ассортиментом напитков, которые используются в бане даже под грифом национальные особенности, национальные напитки. И для людей особо впечатлительных советовал бы поставить это видео сейчас на паузу и запастись сердечными средствами, чтобы я случайно вам не навредил. Иначе вы будете просто шокированы. Большинство напитков опасны для здоровья прямо в бане. А некоторые составляют опасность и для вашей жизни. Особенно для тех, кто не знал, как правильно подготовиться к бане. Такое видео про особенности русской бани есть на моем канале. И примерно за 8-9 часов как минимум, или за несколько суток как максимум вы должны вести правильный образ жизни, чтобы в бане получить реальное оздоровление. Есть 30 тысяч возможных заболеваний, каждое из которых меняет значение бани для вас лично. Также нужно создать резервы воды в бане, которые банщик будет правильно выводить из вашего организма вместе с теми самыми шлаками и токсинами. И если банщик угадал реальное состояние вашего здоровья, то за продолжительность цикла банных процедур или банно-оздоровительных процедур, их можно назвать в этом случае так, у вас должно образоваться примерно 100-200 мл бочи. Это говорит о том, что вы подготовились правильно и банщик понял ваш уровень здоровья. Если же банщик решил себя немножко обезопасить, количество мочи может образовываться и больше. Иными словами, он в меньшей степени очистил ваш организм. И, возможно, вам нужно найти с банщиком общий язык. Значит, это хуже, если банщик переоценил ваши возможности и количество мочи за 3 часа образовалось менее 100 мл. Иными словами, жесткое очищение организма, жесткое увеличение вязкости крови. И здесь рискуют многие. Я имею в виду мужчин старше 25, а женщин старше 35 лет. Когда в сосудах уже может развиваться атеросклероз, и увеличенная вязкость крови может тестировать эти сосуды на прочность. Чаще всего это инфаркт, реже это инсульт. Инфаркт это диагноз более молодого возраста, инсульт более зрелого. Поэтому, для того, чтобы правильно пройти весь комплекс банно-оздоровительных процедур, нужно знать, когда и какую воду нужно пить в бане. Если вы правильно подготовились к бане, а главный дирижер в бане не переоценил возможности вашего организма, то сухость во рту появляется после третьего парения. Иными словами, в вашем организме во время всего комплекса банно-оздоровительных процедур, в данном случае так можно назвать, из клеток, созданные из запаса воды, из саинтой ткани, перемещаются через кровь и выделяются через кожу. Легкие и в нужном вам количестве через почки. Как только эти резервы начинают заканчиваться, объем мобильной воды в кровеносной системе уменьшается и появляется сухость во рту. Если сухость появилась после третьего парения, все прекрасно, вы комплекс прошли в полном объеме, оздоровление произошло, риска для жизни нет. и какую воду вам пить в данном случае? А вам не нужна вода! Вы все сделали правильно! Вы резервы созданы, правильно использовали для своего здоровья и для максимально возможного очищения вашего организма. Вот если сухость во рту появляется до третьего парения, это говорит о том, что мобильные резервы воды закончились, и у вас есть выбор! Либо вы на этом этапе заканчиваете весь комплекс оздоровительных процедур в этом случае, иначе он уже оздоровительным его сложно назвать, либо начинаете пить воду. Вот качество воды, которую вы употребляете в этом случае, имеет огромное значение. потому как очищение организма уже практически закончилось. Вода, попадая в желудочно-кишечный трак, попадает в кровь и выделяется известным вам путем. Она не может проникнуть на клеточный уровень и вымыть дополнительное количество шлаковых токсинов от клеток и из саинтей тканей. В этом случае вы просто промываете немножко кровь, да, вы промываете себе желудочно-кишечный трак, но от качества воды имеет значение результат, который вы получите. И вот мое отношение к разным напиткам, которые часто используют в бане, вы узнаете прямо сейчас. Если сухость во рту появилась и усиливается, а вы хотите продолжить принимать банно-оздоровительные процедуры, у вас нет выбора. Вам для того, чтобы не рисковать сердцем, вам нужно правильно пить воду. В этом случае очищение организма от шлаковых токсинов замедлится, но очищение крови от шлаковых токсинов будет продолжаться. И важно выбрать правильную воду. Самая лучшая исходная вода это очищенная вода низкой минерализации. Чем меньше минералов попадет ваш организм в бане, тем в меньшей степени нарушится работа почек. Организм работает, напомню, в бане как опреснитель. Через пот выделяется много воды, но малое количество солей. Концентрат солей может выделяться через почки. И там может появляться первично солевой диатез, а последствия и мочекаменная болезнь со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому вода низкой минерализации это ваш выбор. чистую воду пить скучно. Она не такая вкусная. и пытаются на этой воде можно готовить разные напитки. Самое простое решение то, что есть у большинства заваривают чай китайский. Не важно лист черный либо зеленый, важно содержание. Я бы не советовал использовать в бане ни чай, ни кофе. Но кофе в бане чаще всего не пьют. Понимая, что перестимуляция кофеином в сердечной деятельности опасна для сердца как сейчас так и в перспективе. Чай обычно попиваю. А содержание кофеина в чайном листе больше, чем в зернах кофе. И стимуляция сердца не на один час как от кофе, а на 5-6 часов. Иными словами, и в бане, и после бани ваше сердце будет сокращаться слишком интенсивно. А при увеличении частоты сокращения сердца время на восстановление сердечной мышцы резко уменьшается. Иными словами, вероятность миокардия дистрофии либо дистрофия миокарда резко увеличивается. Особенно у тех, у кого исходно не налажено правильное питание. Поэтому чай в бане я бы не советовал заваривать. Как и чай патагонный. Можно уменьшить долю листа китайского чая и добавить лекарственные растения с патагонным эффектом. Патагонный эффект в бане должен обеспечить правильно чередуя разные банные процедуры. А вот добиваться патагонного эффекта за счет применения лекарственных растений я бы не советовал. Механизм разный. Одно дело банщик вас нагрел и ваш организм защищается от теплового удара испарением воды. Совершенно иное когда вы принимаете патагонный чай. Содержание салициловой кислоты в которой блокирует работу почек. Иными словами вы медленно но уверенно идете в сторону почечной недостаточности. Этого я бы вам делать не советовал. Как и использовать еще целую группу напитков. Часто используют морсы клюквенный брусничный. Да фишка понятна национальные традиции но если в чай китайском содержание щавелевой кислоты невелико то в этих морсах достаточно значительно а организм по-прежнему работает как опреснитель иными словами из вашего морса вода в большей степени будет удаляться через кожу обеспечивая очищение организма а щавелевая кислота найдя свой кальций в кровеносной системе в виде оксалатов кальция накапливаться в лоханках почек и оксалаты вырастить легко и просто регулярно применяя такие национальные средства используя национальные особенности русской бани используя в ней такие напитки поэтому я бы использовать вам не советовал особенно регулярно а лучший на мой взгляд вариант воды в бане это хлебный квас либо это узвар или компот из яблок те органические кислоты которые находятся в яблоках легко и просто утилизируются в организме а в случае если они будут выделяться с мочой они не вызывают образование камней более того если у вас исходно в почках присутствуют оксалаты либо ураты то яблоки как раз будут способствовать их растворению и постепенному выведению поэтому такой вид воды в бане прекрасно многие используют или кто-то используют не буду говорить многие алкогольные напитки вот этого я бы вам делать не советовал особенно если появилась сухость в рту особенно если вы используете концентрированные напитки я имею ввиду водку коньяк попадая в желудочно-кишечный тракт напомню эти напитки содержат 40 процентов спирта и 60 воды вода там есть но прежде чем эта вода попадет в кровеносную систему спирт должен разбавиться до концентрации 5-10 процентов иными словами выпитая рюмка водки либо коньяка в бане если вы планируете еще проходить какие-то процедуры особенно парную и особенно если появилась сухость во рту для того чтобы довести до концентрации 10 процентов в которую спирт способен всасываться часть воды из уже пустой кровеносной системы будет секретироваться в желудок кровь станет еще более густой и в этот период времени нагрузка на сердце резко возрастает как и кардиологический риск со всеми вытекающими отсюда последствиями поэтому эти напитки ни в коем случае не стоит пить в бане если процедуры у вас еще не закончились после тут еще есть вариант но в бане смертельно опасно более разведенные спиртные напитки я имею ввиду сухие вина пиво еще в бане кое-как проходят но в случае если все-таки парная у вас уже позади если у вас парная еще предстоит впереди вы хотите еще попариться в парной я бы эти напитки не советовал вам использовать они несколько в большей степени нарушают координацию движений в бане и вы можете полностью не оценить свое состояние и вовремя не обратиться за медицинской помощью риск риск присутствует поэтому эти напитки в бане также исключаются но есть условия при котором и эти напитки могут вам помочь и спасти вам жизнь в случае если появилась жажда вот здесь вам нужно максимально быстро ввести воду в кровеносную систему и алкогольные напитки низкой концентрации и морсы вот здесь они могут вам спасти жизнь да со здоровьем вы потом справитесь нужно будет вам обращаться за медицинской помощью но у вас будет повод для этого вы жизнь сохраните в бане потому что если на уровне сухость во рту все прекрасно вы понимаете состояние своего здоровья если она усилилась и появилась жажда во рту вот тут у вас возникает проблема жажда ощущения эмоциональное ощущение если оно появилось кровь очень густая и жестко рискуете и вы и ваш банщик вы рискуете своей жизнью а банщик репутации поэтому в этом случае да нужно максимально быстро ввести воду в кровеносную систему чтобы сделать кровь более жидкой максимально быстро снять тепловую нагрузку которая у вас присутствует но лучше это будет не ведро с холодной водой а все-таки прохладный душ он точно так же но менее интенсивно снимает тепловую нагрузку кровь из подкожей возвращается в центральное кровообращение в циркуляцию подкожей она находится в депо кожа красная кровь там движется очень медленно иными словами большее количество крови накоплено подкожей в системном кровообращении не участвует если вы правильно все это сделали вы свою жизнь сохранили и вот если вы понимаете что баня это не просто прекрасное событие вашей жизни по которым за умолчанием следует или в процессе которого очищение организма оздоровление а это интересная процедура проверенная временем но нужно не все национальные особенности русской бани использовать по умолчанию некоторые нужно использовать правильно в зависимости от индивидуального уровня вашего здоровья вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете какую оценку поставить на это видео кому из своих друзей знакомых родственников отправить на него ссылку чтобы сохранить не только здоровье а возможно и жить я подумаю какое еще видео написать на темы здоровья и активного должности для вас а особенности русской бани все части я еще не написал такие видео еще появятся на моем канале и вы будете знать что делать и после бани и между походами в баню ну и другие особенности русской бани до новых встреч на моих каналах субтитры и подогнал «Симон» на моем канале